Здравствуйте, дорогие друзья! Хотела с вами поделиться очень интересной информацией. Вот уже третий раз пытаюсь записать, и не получается. Думаю, сейчас еще раз буду еще пытаться, умом с вами пытаться все это сделать. Лучше вообще ничего не получится. Поэтому решила вот как есть. Изучаю книгу, называется The Universal One. Вселенский, единственный. Написана она Уолтер Рассел. Это был американец, который родился в 1871 году, умер в 1963 году. В чем здесь соль? В том, что этот человек, он совершенно не связан с ведантой. Он был христианин. И как он объяснял, что он соединился с уровнем Христа. Когда он впервые испытал клиническую смерть. Ему там 7 лет где-то было. И он умер. И когда он пришел обратно в свое тело, то он сказал родителям, что он встретился с Богом. Но ему никто не поверил. И это случалось потом. Каждый год в день его рождения он уходил в лес. И получал очень интересную информацию. Он говорил, он сливался с природой, с Богом и получал информацию. Всего у него там 7 классов. Он закончил. Семья была бедная. Но он вообще был гений. И он сказал, что все, что мне было дано, это было дано Богом. И поэтому я это знаю. И ему было сказано написать все, что ему было дано. И он записал. Несколько книг написал. И в чем вся суть? В том, что у меня просто восторг, когда я начала вот это все изучать. С тем, что это идет один в один практически с Айнтирамом, который доктор Стопати Гонопати мне подарил в 2004-2005 году. И сказал мне хранить эту книгу. И я вот ее изучала. Было такое время. У меня прям вообще все отбрасывало. Всю работу сидела. Все пыталась переводила. Пыталась осознать это. И вот теперь уже много лет спустя, несколько месяцев назад, я наткнулась на вот эти книги. На этого человека, которого уже нет в живых. Но он оставил после себя эти знания. В чем здесь суть? Он, по сути дела, говорит об одном и том же. И вот то, что он говорит и рассказывает, и диаграммы. Тут вот пока в его книге он был художник. У него здесь масса диаграмм. Он рассказывает, как работает материя, что такое время, пространство, форма. И как это все взаимосвязано. Если коротко, то он сказал, что Бог – это свет. И при возникновении мысли в божественном пространстве, которое создано мыслью только, рождается жизнь. То есть, Бог – это свет. Потом при возникновении мысли и желания создать, возникает вращение. Причем оно как маятник, вот так вот. И есть еще, так сказать, элемент вращения и движения вперед. Это очень интересная такая спиралевидная форма, так сказать, движения жизни. У Бога нет формы, но это мыслящая субстанция. Это есть единое вселенское сознание. И больше нет ничего. То есть, по сути дела, когда мы думаем, мы думаем, что это мы думаем. Но поскольку Бог в нас, то думает Бог. Он нам дал все инструменты, и мы думаем так, как нам думается. Нас никто не учил вообще вот этим вещам. Во всяком случае, в советское время, когда я росла. И поэтому много очень ненужных мыслей генерируем. И не знаем вообще, как это все работает. Поэтому он сказал, как только человек осознает все это, его жизнь абсолютно изменится. Вот то, что мы с вами делаем, изучая Васту Шастру, пытаемся соединить это все, как построить дома света. Дома там, где людям будет очень хорошо, где у них будет душевный покой. И вот если мы прочитаем первую сутру Айнтираму, сейчас я ее прочитаю. Тонкий звук, сотворенный из трансцендентного чистого пространства, первоисточником космического сияния, светом, заполняет повсеместно космос через его различные фазы появления. Тот тонкий звук известен под специфическим названием Ом, который заполняет на своем протяжении сознательное пространство. Короче говоря, здесь вот это вот Волтер Рассел, он это еще все рисует, соединяет вот эти знания в диаграммы, и поскольку он был художник, картины, которые в цвете, и вот эти все диаграммы в цвете, они помогают понимать вообще, о чем речь идет. Вот просто хочу сейчас прочитать. Перевела я вот несколько его параграфов здесь, чтобы показать параллель, которая идет. И это настолько вообще потрясающе для меня, что я нашла человека, который американец, который не индус, но говорит одно и то же. Это говорит о том, что вот то, что мы с вами изучаем, это истина, понимаете? То есть она тебе рассказывается другим человеком, который в 49 лет, когда ему исполнилось, опять ушел в лес, и 39 дней у него было иллюминация, как он называет. Он был в прямой связи, я думаю, с парабраммой. Другого названия нет. И вот он пишет, если бы не было мыслящей субстанции, то не было бы и творения. Бог может создать только то, из чего он сам, что он есть сам. То есть он не может создать что-то меньше, чем есть он. Поэтому у нас такая же сила, как у Бога. То есть мы созданы из его света. Если бы не было мыслящей субстанции, не было бы и творения. Все работает как маятник. Прилагаясь усилием мысли, начинается вращение и движение. И есть всегда усилию, есть реакция. То есть он говорит, что обязательно есть плюсы, есть минусы, что они в равновесии. То есть вы подумали плохую мысль, надо сразу подумать хорошую мысль, чтобы аннулировать это все дело. Вы хотите что-то, что произошло в вашей жизни, нужно обязательно, чтобы это была упорядоченная мысль. То есть плюс и минус, чтобы там был. маятник двигается, это есть вдох и выдох у вселенского сознания, вдох и выдох, пранаяма. Форма как время, масса, цвет, вес, температура и другие эффекты движения, потому что все вот это организовывается только с движением мысли. если мысли нет, это все пропадает. Это все только атрибутика движения мысли. Форма, время, пространство, масса, цвет, температура, вес. Но это все атрибуты движения, только самого движения, но не мыслящие субстанции. Сама мыслящая субстанция находится в абсолютном покое, это ее естество, суть, абсолютная любовь. Когда только всколыхается мысль, пошло, все в движение приводится и возникает тогда пространство, время и все вот эти атрибуты и форма оттуда вытекают. То есть мы с вами сколько раз говорили, что форма сама по себе, она включает внутренняя частотность вот этого световой энергии мысли. И форма поддерживается, пока живет мысль. Как только мысль заканчивает, свое воплощение, все форма разрушается, потому что процесс закончился. И что сказано, что форма, время, пространство могут существовать, пока есть мысль, которая ее движет. Все минералы сделаны из единиц света. И он говорит о том, какая плотность там. То есть, представляете, у нас с вами единица света, это по роману, которая из рукописи пришла, да, вот это вот единица света. Один к одному идет. Сознание находится в постоянном возбуждении, проходя через упорядоченный процесс мышления. То же самое, Ганна Патиста Патти говорил о том, как идет абсолютная вибрация мысли и возникновение материи. То есть, есть порядок, упорядоченность. Сознание находится в постоянном, так это прочее. Время начинается при упорядоченном мыслительном процессе. Интервалы между последовательными событиями есть время. Для человека нет жизни без формы. Форма и размерность мимолетны. Жизнь есть вечная. Вот он здесь пишет, что у каждой пульсации у нее есть движение в одну сторону маятника и противоположное движение. Так это уравновешивается. Вот это как бы вдох-выдох. Это единица. И противоположные вот эти пульсации, которые оттягивают, чтобы создать баланс, то есть мысль пошла и пошел вдох. Мысль заканчивается, это выдох. И вот это вот равновесие вдох-выдох. И он говорит о том, что противоположные пульсации, вот вдох и выдох, это противоположная пульсация, она генерирует излучение света. То есть это все вдох-выдох, это излучение света, мыслящие субстанции Вселенной, Бог. Эти противоположные пульсации придают размерности форму. Пошла мысль вдох-выдох придает форму и размерность, которую человек называет жизнью. Форма и размер мимолетный, жизнь вечная. И он увязывает здесь элементы периодической системы Менделеева, которые уже найдены, которые не найдены. Он о них говорит, где они должны быть, и пишет найдены, не найдены. Здесь же привязываются в цвет и ноты. Понимаете? Вот она, вот эта вот диаграмма. Я хочу это все свои классы, так сказать, новые классы создать, чтобы соединить антираммы и вот эти учения, потому что здесь он уже, так сказать, спускается в материю, как она организовывается с помощью музыки, звука и цвета, который излучается при определенной частотности. Это уникально, конечно. Не знаю, как это все получится, но молю Бога, чтобы он мне помог. Вот такое вот симбурное вам изложение о том, что я нашла, то, что я сейчас изучаю. Сегодня отовсюду идут мне поздравления. Сегодня связаны события с Кришной, я надеюсь, что Кришна мне тоже поможет, потому что он один из проявлений. Кришнаиты говорят, что он это нечто, личность Бога. Вот будем просить всех, чтобы они помогли. Спасибо вам большое. До свидания. Ом нам ашвайя. Ом нам анарайя. Ом Кришна намаха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok